Часто прилетает вопрос, Максим, когда перестанут печатать доллары, когда доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Вообще все вопросы, связанные с валютой, с долларом, не глубоко по барабану. По одной простой причине, потому что даже ответ на этот вопрос для вас вообще абсолютно ничего не создает. Начиная с того, что никто не ответит вам на этот вопрос, потому что это будет палец в небо. Да, как у нас говорил, 40 лет пройдет, наступит коммунизм, то есть пройдет 20 лет, будем жить в светлом коммунизме. Блин, что-то не живет никто в светлом коммунизме. То же самое касается, когда перестанут рассчитываться в валюте, когда золото будет по 10 тысяч долларов за тройскую унцию. Мне без разницы, что будет с долларом. По одной простой причине мы уже рассматривали на этом флипчарте, мы рассматривали вот в этом видео, кстати, какие функции денег есть, 5 функций денег, и деньги, ну ключевой функцией является некая мера стоимости. И тогда, когда вы понимаете фундамент, что они измеряют, а измеряют они потребительскую ценность, да, то есть измеряют труд, который вложен, тогда вопрос возникает в том, что мне, в принципе, без разницы, чем будут считаться. Как Уоррен Баффетт тоже говорит, да. Баффетт в свое время сказал, что он говорит, я не знаю через 100 лет, что будет мерой стоимости. Опять-таки, относительно того, что Баффетт уже давно сказал, что ему по***ть, какой будет курс доллара, как он обесценится, какая будет долларовая инфляция. Он сказал, мне без разницы, что через 100 лет будет мерой стоимости. Будет это юань, будет это доллар, будет ли это какой-нибудь амера, будут ли это банки с чистым воздухом или чистой водой, мне без разницы. Но человек даже через 100 лет будет готов обменять 15-30 минут своего времени, рабочего времени, на бутылку Кока-Колы и гамбургер. И поэтому я являюсь акционером Макдональдса и Кока-Колы. Вот философия рассуждений. Через 100, 300, 400, 500, 600 лет. И опять-таки, если мы понимаем, например, ту же саму Кока-Колу, какую она занимает долю, то есть люди опять начинают цепляться к словам из разряда, все на ЗОЖ переходят, да, там Кока-Колу никто не будет пить через 100 лет. Ребят, еще раз, при том маркетинге, при той клиентской базе, которая есть у Кока-Колы, при том объеме производства, диверсификации, присутствии в любой точке планеты, как вы считаете, сможет ли Кока-Кола вовремя увидеть тренды, да, и сделать какие-то альтернативные продукты? И я вас уверяю, вы заблуждаетесь в том, что Кока-Кола производит только Кока-Колу, да, то есть только сладкую газировку, там есть куча чего, когда следует за трендом, в том числе в плане здорового образа жизни. Поэтому давайте продолжим эту тему, связанную с тем, что не по барабану, что произойдет с долларом в принципе. Вопрос в том, какие активы нужно включать сейчас в портфель, для того, чтобы провести эффективное перемещение текущего капитала в будущее, чтобы защититься от инфляции, в принципе защититься от инфляции, и сверху получить еще какую-то прибавочную стоимость, не зависящую от моего активного дохода. Смотрим. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке остается есть. Ну сколько можно, ну слушайте, они тогда будут бесконечности свою балку увеличивать, все нормально, мы теперь это... Когда мы строим какие-то гипотезы, когда мы строим какие-то прогнозы, с вероятностью 99% эти прогнозы не сбудутся. То есть, если там вернуться год назад, кто бы мог сказать, что ставка Центрального банка будет 15%? Ну, вряд ли кто-то это мог сказать. Потому что, а еще полтора года назад, когда курс доллара был 55, можно ли было себе представить, что ставка ЦБ будет 15%? Мог ли кто-то ожидать, что там за 8 месяцев 2023 года фондовый рынок российский настолько вырастет? Насколько он вырос, да, там в пределах 40-50%? Все же плохо, у нас же санкции. Мог ли ожидать, что при том количестве санкций, которые наложены в отношении российской экономики, она просто как бы, ну там, чихнет немножко, да, но при этом как бы выдержит? Поэтому вопрос, вот всегда, когда задают подобного рода вопросы, да, а есть прогноз, когда Америка перестанет печатать деньги, а когда они перестанут в долгу брать, а девальвируется ли доллар. Ну, то есть, будущего не знает никто. И любая история, связанная с прогнозированием будущего, ну так себе. В принципе, мне нравится подход на Сима Талеба. То есть, когда он говорит, когда ко мне приходит и спрашивает, какого черного лебедя вы ждете в следующем году, то есть, как только прозвучала какая-то гипотеза, что это может быть за черный лебедь, это уже не черный лебедь. То есть, основная характеристика события, которое можно назвать черным лебедем, оно непрогнозируемо. Ну, то есть, никто не может сказать, что оно произойдет. И когда оно происходит в стране-крайнестане, оно, соответственно, оказывает большое влияние на всех. И здесь просто суть заключается в том, что нужно иметь диверсификацию. То есть, можно говорить о том, что, условно, да, все понимают, что печатает не только Америка. То есть, денежные знаки печатает Америка, печатает Европа, Центральный банк России, в конце концов, печатает. Печатают абсолютно все. Но при этом, что здесь важно понимать? Здесь, конечно, в счете важно понимать, что печатают некие, даже в безналичной форме, некие эквиваленты. Печатают деньги, что является некой мерой стоимости. Увеличивается денежная масса, но прибыль формируется не за счет того, что вы выбираете, какой из денежных знаков, которые существуют в мире, будет напечатан больше или будет напечатать меньше. А вы выбираете то, что вы являетесь собственником бизнеса, который создает то, что обменивается. То есть, если я, например, опять же, создаю стол, столер, да, то есть, я создаю непосредственно стол. Печатают деньги, денежная масса увеличивается. Это приводит к инфляции. Приводящая инфляция, что я при прочих равных получаю? Если у меня нет кредита, если я не использую леверидж, если нет у меня заемного капитала, то есть, я просто взял заказ, взял с него, не знаю, там предоплату с человека, да, где эта предоплата полностью окупила материалы для того, чтобы этот стол изготовить. амортизацию моих столярных вещей, инструментов, да, все дерево, всю фурнитуру. То есть, мне человек нес предоплату, я, соответственно, вот у меня при прочих равных условиях, даже если он откажется, его уволят и он не будет покупать, у меня этот будет стол, я его кому-нибудь другому продам. Моя маржа, мое время, мой вклад, моя ценность, которую я создам, воздействуя средствами производства на дерево, из которого я делаю этот стол, в конечном счете получается, но будет этот стол стоить там не 100 тысяч рублей, будет он стоить из-за инфляции, из-за девальвации, из-за того, что увеличивается объем денежной массы, будет стоить 300 тысяч или миллион. Но я продам его за миллион. Я таким образом защищен, потому что предоплату, чтобы купить немедленно материалы, я беру сразу, свою прибыль я беру по мере готовности. Да, есть риск, что вообще продавцы уйдут, и тогда я вынужден буду закрывать производство столов. Я могу перейти на более экономичное какое-то производство. Я могу создавать какую-то другую ценность для людей. И таким образом, то есть если я являюсь собственником компании мебельного производства, то я могу нивелировать инфляционные риски. Мне без разницы становится. Может быть, Америка вообще скажет, ребят, ну доллары, что мы намечатали, их больше не будет. Все, до свидос. Все, кому должны, мы прощаем. Окей, вопросов нет. Но при этом, опять-таки, Макдональдс останется, Кока-Колу он будет производить. Но будут банку Кока-Колы не за доллар продавать, будут продавать там за один цифровой доллар. Поэтому получается, что защищенность от инфляции как раз таки является покупка реальных бизнесов, которые создают прибавочную стоимость. Раз. Покупка реальных активов, которые используются для создания прибавочной стоимости. Можно купить средства производства, можно купить материалы. Если посмотреть, что делает Китай, я как бы среди клиентов неоднократно эту историю рассказываю. То есть, я говорю, представьте, Китай, это такой умудренный старец, седой китайский. И вот получается, он работал, работал всю жизнь. Последние 20 лет он стал работать очень эффективно, очень много денег заработал. И все вот эти вот заработанные деньги он хранил в облигациях в правительстве Соединенных Штатов Америки. Хранил, получал купонный доход, терроризовал, чтобы это не вылилось в инфляцию внутреннюю в стране. И тут происходит 22-й год, и он понимает, что количество долларов, в которых считается его богатство, и номинировано его богатство. То есть, само по себе, количество долларов увеличилось, денежная масса увеличилась в два раза. Он же понимает, что если количество денежных знаков увеличилось в два раза, то у тебя должна и цена сырья пересчитаться в два раза как минимум. Мало того, еще было, это в 20-м году. В 22-м году произошло то, что если ты недружественная страна по каким-то причинам, то твои резервы и все твои накопления, которые есть в американской юрисдикции, они просто блокируются. И сидит вот этот старичок такой, и репу себе чишет. А что же мне такое сделать? И он понимает, я, скорее всего, в любом случае с *** не конфликтовать буду. Ну, по-любому, потому что они лезут в сферу моих прямых интересов. Ну, то есть, мы вышли на тот уровень, когда идет конфронтация. Мне ограничили технологии. В любой момент, когда я кому-то не понравлюсь, Трамп ли придет, Байден там в очередной раз споткнется где-нибудь на лестнице, да, и что-то ему там в голову придет. То есть, есть риск того, что могут и меня там как-то ограничить. Есть? Есть. Не стопроцентный и не такой высокий, но при этом он присутствует. Я ориентирован на внутреннее потребление. Что мне тогда для этого нужно? Ну, по-хорошему мне для этого нужно для моих заводов, которые уже стоят на моей территории. Я являюсь мировой фабрикой. То есть, все материальные вещи, но не все, большая часть материальных вещей, которые производятся в мире, производятся или на моей территории, или на территории моего исторического влияния, да, то есть, вот этот азиатский регион, где мое влияние достаточно высоко. И тогда получается, что, что я буду делать? Ну, вот если рассуждать на уровне стола, да, но теперь уже на более высокий уровень выйти. Ну, наверное, надо медь купить, никель надо купить. То есть, надо купить запасы на заводы и по-хорошему заключить эти договора с Россией, с Бразилией, с Аргентиной, там Ахом сейчас будет твориться, да, с Перу, для того, чтобы у меня были долгосрочные поставки, там, я не знаю, того же самого никеля, чтобы у меня были долгосрочные поставки газа, чтобы у меня были долгосрочные поставки нефти, чтобы у меня были долгосрочные поставки коксующихся углей, металлов, арматуры, еще что-то. И поэтому получается, что они перестали покупать трежеря, они ждут их погашения, они те, которые раньше были куплены, их досрочно не погашают, потому что понимают, зачем им давить на долг, иначе у них тогда все упадет. Пришел срок, окей, но мы не реинвестируем, мы все забираем. И забираем куда? Забираем в покупку средств производства. То есть очень разумный подход, вы покупаете средства производства, раз, вы развиваете свои собственные технологии, два, вы закупаете природные ресурсы, три, четыре, вы покупаете людей, вы покупаете мозги, потому что эти мозги начинают отовсюду бежать. Эти мозги начинают бежать из Европы, потому что высокая инфляция, высокие цены на энергоресурсы и предприятия не могут развиваться. Какая-то часть из России бежит, какая-то часть из Израиля бежит или вообще того региона непосредственно. То есть они, соответственно, этим непосредственно пользуются. И тогда получается, что тебе в этом случае перестает быть важный вопрос, а когда Америка перестанет печатать доллары. Потому что ты понимаешь одну простую вещь, что доллары это некий принятый эквивалент, что мы международные расчеты проводим в нем. Но мировая экономика это не только и не столько расчеты, это в первую очередь производство, производство товаров и услуг. При этом в Америке производятся услуги, а все товары они производятся в Латинской Америке или в Азиатском регионе. И тогда получается, ты обезопасен тем, что наложат, ограничат, создадим свой региончик чуть-чуть поменьше, будем друг с другом обмениваться. То есть те же самые какие-то панрегионы, о которых идет речь. И поэтому каждый раз, когда мне задают вопрос, что будет с долларом, да мне по барабану. Вот реально, мне все равно, что происходит с долларом. Главное иметь широкую диверсификацию. Где-то, если что-то и потеряешь, с вероятностью 100% потеряешь. Мало того, в следующие лет 20, 90% наверное тех активов, которые у людей есть в портфеле у меня в том числе, они могут полностью обесцениться. Но оставшиеся 10% они могут вырасти в разы, на порядке. И опять же, если у меня капитал условно 100 миллионов, из которых там 90 миллионов я теряю безвозвратно, но у меня остается 10 миллионов, которые вырастают в 10 раз, то в этом случае я просто остаюсь как при своих, то есть с сохранением покупательской способности денег. Это тоже очень большая история. В рамках одного ролика, короче, это не рассказать, не записать. А как нам, простым людям, вам, ребят, действовать в этой ситуации? Мы говорили про доллар, применительно к России. Давайте уже все-таки в следующем видео я поделюсь своим собственным видением, что стоит смотреть в приоритете в ближайший год. Увидимся. Пока-пока.